Папство Папство – один из старейших институтов в мире. Неудивительно, что в истории Святого Престола, который насчитывает почти две тысячи лет, было немало темных страниц. Помимо пресловутой инквизиции, летописи сохранили рассказы о крайне странных и даже жестоких деяниях самих понтификов. Пожалуй, дальше всех зашел папа Стефан VI, который учинил суд над мертвецом. Стефан VI был у власти немногим более года, с 896 по 897, что вполне типично для того времени, поскольку папство находилось в кризисе. В отсутствие политической и экономической опоры понтифики превращались в марионеток влиятельных династий. До Стефана VI правил папа Формоз. Он предпринимал попытки противостоять влиянию королевских династий на католический престол, чем, естественно, накликла на себя их ненависть. Еще в 892 году его заставили короновать 13-летнего Ламберта Спалецкого, сына и соправителя Гвида III Спалецкого. Однако Формоз имел свои политические интересы и попытался сделать императором Запада Арнольфа Корентийского из династии Каролингов. Для этого Формоз позвал Арнольфа в Рим, предложил ему трон и попытался с его помощью устранить Ламберта. И сначала план удавался. Арнольф довел до смертного Адра Гвида III, однако дальше дело застопировалось по простой причине. Формоз скоропостижно скончался при невынесенных обстоятельствах в 896 году, оставив после себя преемника Бонифация VI. Но тот смог удержаться на папском престоле всего несколько недель. Влиятельные аристократы сместили Бонифация и поставили своего папу, Стефана VI. Под давлением своих покровителей он потребовал эксгумировать труп умершего за 9 месяцев до этого Формоза и передать его суду. Были сфабрикованы малоприятные обвинения в вероломной попытке захвата власти. На судебном заседании, который проводили в Латеранском дворце в январе 897 года, полуразложившийся труп Формоза, одетый в парадной одежды, посадили на трон и подвергли допросу. За усопшего отвечал диакон, подражавший голос покойного папы. Это представление вошло в историю как трупный синод. Как и следовало ожидать, подсудимый был признан виновным. Его папство задним числом признали недействительным. Трупу отрубили пальцы, которым Формоз совершал крестное знамение. Сняли с него одежды, проволокли покойника по улицам Рима и закопали в братской могиле для неизвестных чужеземцев. Позднее тело бывшего понтифика было выкопано, вероятно с целью наживы, и сброшено в реку Тибр. Во время глумления над трупом Формоза Рим потрясло землетрясение, что вызвало его частичное обрушение. Это знамение пробудило в римлянах благовейный ужас и возбудило всеобщее негодование против оскорбителей бывшего папы. Пошли слухи, что выловленное из Тибра тело стало творить чудесное исцеление. Городская черн сбунтовалась, после чего папа Стефан VI был заключен в тюрьму мятежниками, где его задушили. Что удивительно, даже несколько странная церемония ничего не изменила в борьбе за папский престол. В 904 году понтификом стал Сергий III, который также не разделял воззрение Формоза и принимал непосредственное участие в проведении трупного синода. За 8 лет с момента его смерти на папский престол сходили 7 пап, некоторые из которых умирали быстро и при странных обстоятельствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова